Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 сентября. Я вот только что рассказывала подробности о пикировке томатов. Рассказывала начинающим огородникам, в каких случаях пикировать нужно срочно, в ранние сроки. И раз уж я залезла в эту кибитку, я хочу еще одну тему осветить. Именно вот про самую палатку. Смотрите, когда у меня появилась в этом году эта палатка, благодаря китайской фирме Mars Hydro, я была счастлива, я была просто счастлива, без всяких условий, без всяких требований. Но человек устроен так, что в процессе работы я начала уже как бы делать какие-то выводы и какие-то галочки себе ставить и понемножку замечать, что... А вот мне было бы удобнее, если бы палатка была вот так, а не вот так вот. А вот это я хотела бы вот так, а не вот так вот. Вот поэтому я сейчас хочу снять отдельное видео, в котором расскажу, что какую бы палатку выбрала я, если бы я ее выбирала самостоятельно. Да, когда я немного поработала вот в этой палатке, я же уже показала вам много видеороликов здесь снимаю, и я поняла, что если бы я сама выбирала для себя вот палатку такую, то она была бы других размеров, ну короче не таких. Вот у меня квадратная форма, видите, что там вот такая, как сказать, ширина стены, что здесь вот такая же ширина стены, она у меня квадратиком. Туда, конечно, удобно заходить, я даже там сажусь на табуретку, потому что там такое, ну, пространство свободное. Очень удобно мне снимать здесь видеоролики, но для выращивания, вот, например, рассады, вот для чего мне она нужна, мне бы была удобнее другая форма, то есть мне достаточно было вот так вот и лоточки, лоточки, лоточки. Вот эта вот часть, которая у меня остается как бы свободная, она мне и не нужна. Я не знаю, может быть, кому-то подошла бы и квадратная палатка, но мне вот так вот, можно было бы обрезать напополам. Я вот даже тут нарисовала небольшую схему, чтобы понятно было, вот смотрите, у меня эта палатка вот такая вот, а мне бы больше подошла вот так вот, чтобы она была как вот такая вытянутая, и вот это вот место, вот где я сижу за столом вот здесь, оно у меня получается лишнее, и тогда и лампа бы мне больше подошла длинная. Но сейчас я покажу, ну, на реальных палатках, какая у меня и какую бы я выбрала. Вот пройдя по этой ссылке производителя, мы сейчас посмотрим, какие есть еще палатки, и какую выбрала бы я. Сейчас я установлю, чтобы спокойно рассказать вам. Вот смотрите, здесь, ой, сейчас начнется реклама. Подождите минутку. Так, здесь вот все показаны палатки, и когда я тут поширилась немножко, я поняла, что они бывают разные. Смотрите, чем меньше палатка, конечно, тем она дешевле. Сейчас я покажу. Вот видите, есть вообще вот такая вот узкая и высокая. Скорее всего, вот такой, наверное, удобно выращивать, как какие-то огурцы, может быть, плетистые или что. Сейчас я дойду. А, вот, смотрите. У меня-то палатка вот такая, видите, она стоит, она что в ширину, она как квадратная, что в длину, что в ширину, как кубик Рубика. А мне бы больше подошла вот такая вот, видите, как продолговатая. Почему? Потому что я же, как нацелена на нее для выращивания рассады, я бы сделала, попросила бы мужа, он бы мне сделал вот такой вот тут стеллажик в длину, и вот так вот, и вот так вот, лоточки, 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 лоточки в один ряд и во второй ряд. И лампа бы, естественно, была тогда уже не квадратная, как сейчас у меня, а вот такая немножко удлиненная. И я вот дальше посмотрела, у меня вот эта вот палатка, видите, квадратная лампа, вот они, эти ведерки, которые я уже купила, и надеюсь, что будут у меня вот такие, все увешаны томатами. Мечтать мне вредно. Так, сейчас подождите, я тут еще видела одну. А, видите, когда палатки, например, не квадратные, а вот такие вот прямоугольные, когда вот так они узенькие, вот тут есть, как, чуть ли эти палатки, они не встраиваемые в технику, встраиваемая техника, также встраиваемая палатка. Вот, видите, вся техника стоит, и в один ряд палаточка вместе с ней, вот, например, на кухне. И вот здесь, видите, она раз вдоль стены. И то есть я поняла, что когда она узкая, это вот на балконе стоит она, видите, тут разные варианты даны. А вот смотрите, когда палатки закрыты, вот здесь, по-моему, или одна очень длинная, или две вот таких вот продолговатых, видите, вот идет стена, и она узенькая такая вдоль стены, раз-раз-раз, она вся там закрыта, ни свет не мешает, ни запахи не проходят. И она вроде как стоит, как какой-то, как шкаф. Ну, тут, я не знаю, можно крупнее сделать или нет. Нет, наверное. Я еще не умею пользоваться-то ничем этим. А вот вообще, когда маленькая, если маленькая для чего-то, ну, просто для души, кто выращивает зимой, видите, она вообще в шкафу вот там. И еще где-то я тут видела, что их можно, смотрите, когда вот я говорила, которая высокая, длинная, для выращивания огурцов, ее можно еще завалить на бок, и тогда она получается вот такая, невысокая, а в ширину. Ну, короче, поняли. Ее можно катать, как кубик рубика, может стоя, а может лежа. А у меня она квадратная. Она что так квадратная, что так, ее бесполезно заваливать, переваливать, если бы она была вот так, как узенькая, но высокая. Можно было бы сначала ее завалить, выращивать здесь салат, редиску, зелень, а потом вот так вот поставить, вот так на торец, и тогда уже выращивать томаты, ну, зимой, которые более высокие. Все. И для чего я сейчас это... Сейчас, подождите. Почему все так подробно я рассказываю? Потому что уже начинают приходить комментарии, когда человек, как сказать, хочет выбрать палатку себе, но не знает, чем руководствоваться, какие за основу взять, вот, ну, как сказать, какие факторы, на что, на что опираться. Вот сегодня Татьяна Беляева, я утром прочитала, буквально 4 часа назад, написала, посмотрела палатки, теперь стою перед выбором, какую купить, вертикальную или горизонтальную. Оказывается, и такие есть. Можно ли располагать в два ряда друг над другом, если палатка будет высокая. Вот я как раз и хотела бы, если бы я себе выбирала, я бы купила палатку, в которой растения можно располагать в два ряда друг над другом, потому что мне основная цель использования вот такой растительной палатки у меня выращивание рассады. И получается, что у меня вот в этой квадратной палатке, которую я называю кибитка, вот она прям настоящая туристическая палатка, в которой можно жить четвером, у меня половина вот этого расстояния, ширины, оно у меня будет лишнее. Мне бы хватило, если бы разрезали напополам ее, вот две было бы вот таких узких вдоль стены. И я хотела бы, но я так и буду делать, тоже в два ряда буду располагать, будут впихивать стеллаж для выращивания рассады и в два ряда. Естественно, мне нужно будет две лампы. Верхний ряд будет подсвечиваться вот этой родной лампой от фирмы Марс Гидро, а второй ряд, не знаю, или возьму с окна вот эту удлиненную лампу, или будут просто лампы дневного света, потому что верхний ряд растений, он наглухо закроет свет для нижнего ряда. И предполагая в два ряда выращивать, имейте в виду, что вам нужно будет два прибора освещения. Так, если подвести итог. И вот только углубившись в изучение этого вопроса, досконально, до всего докопавшись, я поняла, я вот сейчас хочу другим помочь, если возможно кто-то встанет перед выбором, я сейчас хочу дать совет, который может быть вам помогут. Я вот даже тут план написала, выбирая палатку, сначала найдите место, вы найдите место у себя в квартире и посмотрите, или здесь вам будет удобнее, или там вам будет удобно, и в соответствии с выбранным местом, потом уже выбирайте палатку, а не как у меня, у меня вот появилась эта палатка, и потом мы начали носиться по дому, искать, куда она войдет, сюда она не входит, сюда она не входит, хорошо, что вот эта комната одна была свободная, она сюда вошла, но она заняла почти всю комнату, мы живем в частном доме, у нас комнатки маленькие. Второе, вот решите, будете ли вы ставить стеллаж, если вы хотите ставить стеллаж, то лучше всего палатку подбирать по размеру стеллажа, вот например, у меня есть готовые металлические стеллажи, которые я из Москвы выписывала, я давно уже показывала, вот стеллаж верстаков, что ли, вот эти архивные, которые выдерживают там 100, больше 100 килограмм нагрузки, они металлические, эмалированные, но вечные, и вот мне сюда как раз этот стеллаж идеально вошел бы, но если я поставлю этот стеллаж, то половина палатки будет пустой, и потом, и лампу нужно подбирать только в последнюю очередь, и по размеру палатки, то есть, вот если бы я купила сама, я купила бы такую в два раза меньше ширину, вот такую продолговатенькую, и взяла бы вот такую лампу удлиненную, которая у меня висит на окне, одну, поставила бы туда стеллаж, одну бы лампу повесила, и другую бы лампу повесила, вот, оказывается, выбор палатки, это тоже к нему нужно подходить, очень так, как бы сказать, обдуманно и серьезно, и вот когда я увидела этот комментарий, я побоялась, что вдруг кто-нибудь, да, купит палатку, и потом уже окажется, что, ах, надо было вот сначала вот это, а потом вот это, так что сначала выбрать место, сначала решить, для каких целей она, или вы будете так, или вот так, и потом уже выбираете палатку, но я, конечно, счастлива и этой палатке, рада, но только я не знаю половину пустого места, как, я как человек практичный, я хочу всю палатку использовать, но туда даже, если честно, обслуживать, туда у меня рука не достает, может быть, если у кого есть такие палатки, я-то вот первый раз в жизни вообще вижу такое сооружение, может быть, подскажут, как можно использовать квадратную палатку, ладно, зимой я понимаю, я наставлю на пол ведра, я опущу вот эту лампу ниже, и она будет освещать, и там ведерки будут стоять с помидорками, ну а выращивать рассаду как, я если поставлю стеллаж, у меня половина палатки будет задействована, а вторая половина будет пустая, только что буду сидеть сама рядом тут и смотреть на них, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, 29 сентября, освоение вот этой растительной палатки, и советы по выбору палатки, и с вами была Ольга Чернова.